В североказахстанской области не хватает учителей. Особенно остро эта проблема ощущается в селах. Там педагогам приходится совмещать по несколько предметов. Зачастую ситуацию спасают и пенсионеры, которые соглашаются продолжить работу. Подробности у Нургуля Ахметовой. Село Ольгинка находится в 200 километрах от Петропавловска. В трехэтажном здании местной школы учится 31 ребенок и работают 16 педагогов. В этом году сюда приехали три молодых специалиста, но учителей все равно не хватает. В данный момент у нас нехватка специалистов. Это двоих педагогов. Это учителя музыки и информатики. Потому что у нас школа малокомплектная. Главная причина, потому что за час музыки никто не приедет к нам. И информатики, на 5 часов информатики, даже полставки нет. Поэтому вот такой дефицит в кадрах. Мы этот вопрос решаем соседними школами, договоримся с учителями. Аналогичная картина и в других школах. В регионе не хватает больше 200 учителей. Особенно востребованы педагоги в селах. В основном нам в школы требуются учителя математики, учителя информатики, физики, английского языка. Потребность есть также в педагогах-психологах, социальных педагогах, логопедах. Конечно, все уроки у нас ведутся. У нас нет такого, чтобы уроки не велись. Мы привлекаем совместителей с других населенных пунктов, привлекаем педагогов-пенсионеров, уже достигших пенсионного возраста. Они продолжают у нас работать на условиях трудового договора. В этом году местные учебные заведения окончили порядка тысячи выпускников с высшим и среднеспециальным педагогическим образованием. Но, как показывает практика, не все решили работать по профессии. Местные педколлективы пополнили всего 370 молодых специалистов. Нургуляхметова, Коныш Казбеков, Хабар, 24, Североказахстанская область.